Всем привет! Меня зовут Екатерина, я гид в Калининграде. И сегодня я расскажу вам о том, что посмотреть на Кушской косе. Смотрите ролик до конца, я расскажу не только об основных достопримечательностях, но и о том, какие блюда непременно нужно попробовать здесь. Кушская коса это национальный парк, поэтому въезд сюда платный. Автомобиль 440 рублей, взрослый пассажир 300 рублей. И прежде чем я перейду к обзору интересных мест, хотела бы напомнить, что в праздники и в летнее время на въезд в национальный парк образовываются километровые пробки, поэтому выезжать лучше в будние дни, но все равно пораньше, желательно до 9 утра, ну или уже после обеда, когда все с косы возвращаются. Итак, вы проехали Зеленоград, подъехали к КПП, оплатили экологический сбор, и первым маршрутом на вашем пути будет Королевский Бор. Многие турфирмы и гиды здесь не останавливаются, но если вы едете самостоятельно, то можете прогуляться. Стоянка здесь расположена по обеим сторонам дороги, и если вы от дороги пойдете направо, то попадете к Курскому заливу и новой обзорной площадке в виде птицы. Идти довольно далеко и очень неудобно. Если пойдете налево, то попадете к морю, здесь есть спуск на пляж. Далее на вашем пути поселок Лесной. Здесь разные гостевые дома, базы отдыха, кафе на берегу и так далее. Если времени у вас много, можете заехать к маяку, прогуляться по берегу моря и здесь же перекусить. Следующее неплохое место для остановки, особенно если вы с детьми, это визит-центр. Он будет по ходу движения у вас справа. Здесь два музея. Один национального парка, и он бесплатный. А второй на территории в деревянном строении, музей русских суеверий. Но он, кстати, на любителя. Для тех, кому не хватает в жизни леших, духов, домовых и соскучились по бабе-яге. А пройдя по территории визит-центра насквозь, можно выйти к берегу залива, полюбоваться просторами. Ну а мы с вами едем дальше и оказываемся в очень интересном месте. На орнитологической станции. Хотя бы раз здесь должен побывать каждый. Где вам еще расскажут так задорно и весело про птичек, покажут, как их кольцуют и ответят на все ваши вопросы. Опять же, этот маршрут на любителя. Идти довольно далеко вверх и сложно, так как идете по песку. Да, есть некий интерактив. Но это для уж очень фанатов природы. Предупреждаю сразу. Но здесь все равно стоит остановиться, чтобы подойти к озеру Чайка. Это озеро самое большое на косе. И здесь часто можно увидеть множество разных птиц. Ловите совет. Если у вас вдруг есть бинокль, возьмите его с собой. Здесь вы сможете понаблюдать за птичками. А совсем рядом с озером раскинулся поселок Рыбачий. И здесь-то уж точно стоит сделать остановку на обед. Рекламировать кафе и рестораны я не буду. Расскажу только о блюдах, которые стоит отыскать и попробовать. Ведь лучшее рыбное меню в Калининградской области только на Курской косе. Итак, в первую очередь это уха. Проследите, чтобы в ней обязательно был угорь. Он дает ухе жирность, наваристость и особый вкус. Следующее блюдо, если вы очень хотите удивиться, то попробуйте саргана. И не пугайтесь, кости у него зеленые. Но сама рыбка очень вкусная. И третье блюдо, которое обязательно нужно здесь попробовать, это, конечно же, строганина. Строганина в Янтарном крае готовят из пеламиды. Парадокс, но местный специалитет из рыбки, которая у нас не водится. В отличие как раз от угря и саргана. Кстати, обратите внимание, что строганина нужно есть правильно. Спросите у официанта, и он вам подскажет и покажет. Ну а сам поселок Рыбачий тоже заслуживает внимания. Проедитесь по нему, прогуляйтесь, загляните в кирху. У гостиничного комплекса Альтрима можно выйти к заливу. У них, кстати, очень красивая территория и ухоженная. Самое место для фотосессии. А дальше вас ждет самое мистическое и загадочное место Калининградской области. Танцующий лес. Но на видеоряде я показываю вам танцующий лес таким, каким он был до сентября 2021 года. Каким он будет в новом сезоне, никто не знает. Его закрыли на реконструкцию. И что там сделают, что откроют, как будет проходить пешеходный маршрут, никто пока не знает. Когда откроют, тоже непонятно. Но всех ждет сюрприз. А пока полюбуйтесь на этот таинственный танец осен из прошлого. Высота Эфа. Не дюна Эфа, а именно высота. Продолжительный, но красивый путь здесь вас ждет. С высоты обзорных площадок, а их здесь три, открывается великолепный вид на дюны, лес, залив и море. Но самая красота у вас будет дальше. Кстати, здесь на высоте Эфа вы можете тоже перекусить, если хочется по-быстрому. Можно купить рыбки копченые с собой. Можно купить янтарных сувениров. И также выйти к морю, спуститься на пляж. А по ходу движения высота у вас будет справа, а выход к морю слева. А вот это интересное место долгое время было туристам недоступно, так как маршрут находился в разработке. Здесь в скором времени можно будет узнать о военном прошлом Курской косы. Причем как далекого прошлого, чуть-чуть дальше я вам покажу рыцаря Тевтонского ордена, так и относительно недавнего, благодаря сохранившейся береговой батареи. Она была построена в 1939 году. И здесь же сохранился пороховой погреб для хранения боеприпасов. Но пройдите от береговой батареи чуть-чуть выше, и вы обалдеете от видов, которые вам откроются. Именно здесь то самое место, где можно почувствовать восхищение природой. Вся Курская коса как на ладони. Походите здесь, насладитесь этим чувством и полюбуйтесь морем, заливом. Поздоровайтесь с рыцарем и разглядите у ваших ног поселок Морское. Бывший Пилкопин, а сейчас Морское, можно назвать спальным. Здесь особенно нет достопримечательностей, зато есть гостевые дома, гостиницы и апартаменты, которые местные сдают отдыхающих. Проехаться ради любопытства, конечно, тоже стоит. Может хотя бы ради дюны, нависающей над поселком, чтобы уже снизу ощутить ее мощь. И недавно открытый маршрут озера Лебедь. Место очень красивое, но прогулка будет долгой и поначалу в горку. Протяженность всей тропы 3 километра, но вид, конечно, с обзорной площадки открывается потрясающий. И отсюда, кстати, видна Литва. Вид до границы каких-то 3 километра. Помашите им ручкой. Может они за нами наблюдают со своей стороны неринги. Так литовцы называют свою часть Курской косы. Но, конечно, на Курской косе лучше побывать вживую. Причем не спеша, особенно в таких местах, как высота Эфа и озеро Лебедь. Так что приезжайте и пишите, звоните. С удовольствием расскажу и покажу вам это прекрасное место на своих экскурсиях. Мои контакты в описании к этому видео внизу. И не забудьте подписаться, ведь знаю я много. И обо всем буду рассказывать в следующих видео. До встречи! Ваша гид Котенкова!